Думаю, то ли зайдет, то ли нет. Да. Что-то видно было лучше. Так, лизуточку. Ну, слушаю. Игнать Тихонович, такое вот римлянам 13.1.2 читаем. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Да. Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему становлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. И вот вопрос, если всякая власть от Бога, то и решением любых властей этих нужно покоряться и быть безусловно законопослушным. Или есть какие-то исключения. Потому что апостол здесь пишет, что противящиеся навлекут на себя осуждение. Как вот это понимать? Если власть безбожная положим. А тут римлянам прочитали, получается, что она все равно Бога попущена. Как сопоставить? Попущена. Попущена. Вот вы сами уже ответили. Одно дело, Бог дал эту власть, избрал Давида, помазал его. А другое дело, когда Иеравам пришел, он начал мутить людей и захватил власть. Такое неоднократно бывает. Власть была. Всякая власть от Бога. Безбожники очень любили эти стихи. Уполномоченные по религиозным культам первым делом его четыре. Но всякая власть от Бога. Я говорю, а почему вы не вспомнили об этой фразе, когда царя убивали? Та власть откуда была? Это у Льва Толстого в воскресенье есть. Говорит, надо покоряться всяким властям и не бунтовать, что дай мне, дай мне. Кому сколько Бог дал? А который там заключен один, говорит, а что вы раньше не вспомнили, пока у нас еще ничего не было и у них не было? Сначала ограбили, а теперь не тронь нас. Это грабители все так говорят. Но тут только так. По слову Божию надо проверять уже. Смотреть и просить разумения, как Бог даст понять это дело. Если человек не понимает ничего, так с него есть просто такой же. Он не знает, где правильно взять. Где от Бога, где не от Бога. Вот так. Поэтому мы можем посмотреть несколько мест священного Писания, как Библия говорит. Вот, считаем. Первая книга Сарс, 15-22. И отвечал Самуил, там, когда он повелел власть, избрал Бог. Люди просили, Саула-то избрал Господь. На одну голову выше всего народа был, возвышался. Какой был, умница. И однажды он нарушил. Бог сказал, когда захватите Амалика, Агага, там, это что у нас сейчас? Занятие начинается. Еще будем делать? Беседовать или на занятии? А это не занятие, это молитва. Ну, продолжим, наверное. Ну, давай продолжим. Ну, ладно. Мы еще успеем. Может быть, даже успеем так. И однако, когда он согрешил, Господь отнялся Арсакадаса. Вот мы считаем, по Писанию здесь говорит. И отвечал Самуил, неужели, а он, Господь сказал, там, какие бараны, быки, все с грязью смешать, изрубить и ничего не брать. А он пришел, говорит, все сделал, все сделал, как надо. Царя Агага захватили, сейчас там переговоры, переговоры идут, какие ему города оставить, какие забрать. Самуил слушал, говорит, а что это за блеяние овец и бычание какой-то коров? А это я самое хорошее взял, оставить для всех сожжения. Богу, мне не надо ничего. Я такой. И он отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа. Послушание лучшей жертвы, повиновение лучше туков овнов. Ибо непокорность, такой же грех, что волшебство, непокорность, как волшебство. И противление тоже, что и дал поклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. А он тогда ему говорит, снимись с меня, грех мой, и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу. И отмечал Самуил Саулу, не ворачивайся с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Да со временем это начальство, которое избирает народ, то не Бог же их избирает, попускает. С ними-то как Бог будет разговаривать? Какие они законы издают? Ну, так они проголосовали, там провели через Думу, через Кнессет, через Дрихстаг. Господь на это не смотрит, много или мало. Он смотрит на истину. Вот был закон, когда мы считаем, вот во второй книге Маковейской, закон был, детей не обрезывать. Это с первой главы мы сейчас маленько посчитаем, первая Маковейская, не обрезывать. А они обрезали. Вторая Маковейская, 6.10. Две женщины обвинены были в том, что обрезали своих детей. И зато, привесив к самых младенцев и перед народом, проведя по городу, не звергли их со стены. Они не покорились закону. А как? Ну, считаем, вторая Маковейская, 7 глава. Поешь свинину, иди домой. От осквернения. И мать, на ее глазах семерых сыновей казнили. Какая мать сегодня пойдет на это? Как-то батюшка говорит, это он высчитал, я не видел это. Ну, верю, потому что все сходится. Вот. Рассказывает, как к советской власти относились. А так относились. Задают вопрос с баптистом. Вы детей как воспитывали? Ну, как положено. Так и запрещали. Ну, и что запрещали? Мы отдельно собирались, занимались. Это наши дети. Спрашивает священника, ну, как же, всякой власти покоряться. Дети у меня были пионерами, потом комсомольцами. Он помолчал, что папа с партийным билетом в кармане. В рясе. Ну, и что? Ну, и вот и выросли они, безбожники. И вот первая Маковейская, считаем, 1-1. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом. Вот это перед кончиной мира и будет его считали Антихристом. Все государственные системы исчезнут. Деньги исчезнут. Границы исчезнут. И будет один царь на земле, а чтобы ему поклонялись как Богу, Апокалипсис 13 глава, ему надо будет все религии запретить. Мы стоим прямо рядом сейчас. Не продать и не купить уже усвоили. Если там у тебя нету ничего, ничего не получишь. И чтобы каждый оставил свой закон. 42 стих. И согласились все народы по слову царя. И многие израиля приняли дослужение и принесли жертвы идолам и осквернили субботу. Открой 1-ю Маковейскую. 1-я Маковейская, 1-я глава, 44 стиха. Почитай. Не канонические. 1-я глава, 44 стиха. Это прям царство антихриста. Прямо настоящее время уже вплотную подошло. А это уже была попытка, когда до Рождества Христова, там уже лет 400. царь послал перезвестников грамоты. Вот это? Да. И в Иерусалимы, в города иудейские, чтобы они следовали узакуканениям чужим для сей земли, и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения, и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилища и святых, чтобы строили жертвенники храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиные мяса и скотов нечистых, и оставляли сыновей своих необрезанными, и отверняли души их всякую нечистотою и мерзостью, для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. А если кто не сделает послову царя, да будет предан смерти. Вот так. То есть все напротив прямо Божию. Все напротив. Но это сегодня подошли. Мы вот-вот нам запретят молиться. Храмы будут закрыты. священников арестуют. Это Диоклетиан делал. Один из самых сильных гонителей. Четыре эдикта было. Первый эдикт запретить священство. Это священник. Второе сдать все книги. По порядку. Дальше. Кто будет теперь говорить, то-то, то-то делал. А четвертый эдикт прямо повелевал, встретил. Христианин, что в руках есть, тем и бей. Не менее пополам. Мы бреном на грани стоим. Почему? Попытки сатана делал уже не один раз. Мы просто должны увидеть, что он не изменил тактики. Главное, чтобы ему поклонялись как Богу. Вот интервью с дьяволом-то. Вы перевели все. Он говорит, какая ваша мечта самая большая, чтобы меня признавали за Бога. Он еще приветник 544. А он находит такие же последователи себе. И что дальше? Дальше. Согласно этому писал всему царству своему и поставил надзирателей над всем народом и повелел городам иудейским приносить жертвы во всяком городе. Вот и все. Поставили кого там? Полицию, милицию, жандармерию. Им разницы нету. Следят. Все ли у вас как надо? Как повелели? Сдали? Получили? Не поклоняетесь ли вы в такой-то день? Чтители? Первомай. Ходили в Первомай. Жить не по лжи. Солженицын с этого и начинает. Ты не веришь в это и не ходи. Зачем ты шел на этот Первомайский парадок? Не стою. Уже в виде разговора идет. Иду, значит, с завода. А у каждого портрет. Одного Брежнева, другого Суслова, третьего еще кого-то. Ну и один на ногах. Идет и нет-нет. Смотрит туда. А ноги-то не видит. И наступил два раза. Тот обернулся. Еще раз наступишь. Я этим щучелом как-то по башке дам. Вот это щучело то все и носили. А эти стоят. Пузыри надували. Я говорю, это отработанный воздух. Ему пузырь показывают на мавзолее. Ну стоят на гробах. И тут рукой машут. И показали Сталин. Другие так делали. Фу. Срамота. И что дальше? Согласно этому писал он всякому царству и поставил так надзирателей. Значит, и потом собрались к ним многие из народа. Все, которые оставили законы, совершили зло в земле и заставили Израиля укрываться во всяком убежище его. Вот так. 15 день Кослева 145 года устроили на жертвенники мерзость запустения и в городах иудейских вокруг построили жертвенники и перед дверями домов и на улицах совершали курение и книги закона, которые находили, разрывали и сжигали огнем. У кого находили книгу завета и кто держался закона того, по повелению царя предавали смерти. С таким насилием поступали они с израильтянами, приходившими каждый месяц в города. Дальше как они их убивали. И в конце концов нашлись предводители, которые поднялись, ну и началась бойня. Евреи, говорят, а евреи, говорят, они что, покупайте, покупали должности себе вот в эту войну, сидели в кабинетах, вранье. Это смелые были люди, они работали. Сколько мы, ну, настоящие герои видим где-то. А это проще всего сказать. Они, да, сколько всего в каждом народе было. Но определенная щетка, закон, который был в это время строго, он соблюдаем был всеми. Вот это, разницы не было, кто там был. Все народы покорились, а один народ не покорился. И он вытянул все. А дальше посчитай, как маковейские воевали, как перед ними все падали. Их коварно заманывали, убивали, а они выстояли. Ты хочешь узнать, как воевали евреи? Посчитай маковейскую. Пыль до неба. И все, враги отступили. И Антиоху туда пришел, конец. Там разные были Александры, Димитрии. Вот так. Голубенок. Ух ты какой, а! Голубенок. Не могу загнать. Летает по комнате. Уже время вещественное. Ну ладно. Вот так. Теперь смотри, дальше просчитаем мы немножко еще. Деяния апостолов. 5, 27, 29. Просчитай. Просчитай. 5, 27, 29 стих. И можно подальше. Приведя же их, поставили в Синдрионе. И спросил их, первосвященник говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим мучениям вашим и хотите нанести, навести на нас кровь того человека? Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. О, ответ. И что? Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницу своей и начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Все изменилось, так вот будет оно. Это были ступеньки, которые я вам многократно повторяю это одно и то же. И сейчас к этому идет, ни продать, ни купить. Еще маленько, деньги в бумажном варианте металлическом исчезают, останется только как в Китае, карточки. А на карточке все сказано. И где-то он не так, он даже не заметил, выступил, не то слово сказал, лежат в черный список. Не проехать, не сесть никуда. Ну, единственное, когда у тебя все свое, там ты где-то в горах живешь, там уже не достанут. Вот и думай, где лучше жить. Так что гляди до оглядывания. Поэтому какие власть дает распоряжения, надо смотреть. Вот баптисты, они в 62-м году, в год моего обращения, они видят, что запретили молодежь приводить, запретили креститься до 20 лет, проповедовать. И Совет Церкви создали, их называли инициативники, инициативная группа. И отошли от них. Они так сейчас отдельно собираются. Ну, конечно, молодежь-то уже тут. А там они где-то 130 человек или 150 только в тюрьму посадили. Около 30-ти не вернулись никогда уже. Они примеры ставили нам. Я подробно знаю, потому что в самом начале, когда я был, нужно было материалы разносить, я помогал еще им. Я с ними знаком, очень близко. А когда меня осудили, они из Фрунзи сюда прилетали. У нас отношения добрые такие были. И они нам много помогали, да и зарегистрировали, помогали. Доставали Библии, когда перестройка началась, и мы оттуда все гнали. Я Библиями снабдил все организации, наверное, раздавали. Тогда, в то время, еще советская власть была. Но наша стоимость чуть не в 10 раз дешевле была церковной. В это время мы машинки начинали печатать. Нет нигде, оттуда шли машинки, привозили. Кажется, два экземпляра можно было сразу привезти. Но все равно курьеры ездили туда-сюда. И говорят, где-то они издавали в Латвии, мы давали на это деньги, собирали тоже, жертвовали. И они никак не поехали. Я не знаю, как они через Грузию это нашли там ход. То ли из-за границы, там где-то заходили, а КГБ все равно узнали. Так передавали. И будто бы их там где-то в горах зажали и машину людей раздавили. Там библии разлетелись, и кто-то подбирал, давали так. Библии в крови были. Насколько достоверно не знаю, я не видал эти библии, но тогда они говорили. И эти люди не должны были солгать. Но и так понятно было. Рассажали их и били, и что только не делали. В Барнауле тут у них было, кажется, северо-западная улица, 144. Мы у них приходили, когда собрания были. Вот у баптистов четыре раза в неделю были занятия, не занятия, а собрания. И мы четыре раза в неделю к ним ходили. Мы православные ранее с 7 часов была литургией и успевали прийти к ним. И вот у нас которые люди пришли из-за нашего хождения, они сейчас в общине есть. Это баптисты в то время. Мы встречались, назначали встречу, и вот отец Геннадий Фас как раз из этой группы. Правда, он из Томска прилетел сюда или из Караганды, даже не знаю. Ну, вот и так. Проверять на Слово Божие. А Слово Божие надо знать. А чтобы знать, надо считать. Надо достойно жить, чтобы имя Божие не хулилось через нас. Вот такой ответ. Ну, а каждый раз можно определить. Каждый раз можно определить. Не сама власть, а издаваемые законы. Принимать или не принимать. Или обойти так, чтобы незаметно было. У нас тоже многое что было. Тогда детей у них отбирали, а дети залазили наверх, они не могли снять там поберезы, там где лезут, там краном снимали. Ой-ой-ой. считать было. Они вестник такой печатали синяя такая эра называлась. Ну, копия снимала. И они везера размножали. Тут Николай храп как-то 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 было. они, они, тут бы иначе не отдали. Первые христиане выкупали трупы, так они назначали стоимость головы, стоимость только золота наберите. Перестали трупы разбрасывать. Жития святых я насчитывал, знаю. Валялись везде. Иногда ворон указывал, где голова на дереве будет, засыпется какая-то часть тела. Вот весь ответ. Мы законопослушны в пределах священного писания. Вот в Америку кто приезжает, обязательно нужна клятва. Клятва я такой-то там не заезжай, уезжай домой. Клятву давать. Клятва запрещена. А у них прямо я гражданин, ну и проще защищать. Все дают клятву. Даже люди пожилого возраста я разговаривал, да, такая клятва есть. До конца не знаю, но вроде бы у русских сейчас так же сделали. Те, которые приезжают. Ну, как-то под контроль взять. Было с кого взыскать. Это те, которые на гражданство подают, видимо. Они отрекаются от той страны, где они были, и присягают как бы Соединенным Штатам. А просто приезжающие не спрашивают это, насколько я знаю. Я был там, не спрашивают, которые да, да. Ну, это непонятно тогда, что это. Вся Америка нарушает, если они верующие, как они могут клясться. Ну, а которые там живут-то, наверное, не требуют с них, с приезжающих, которые думают о поселении. Ну, наверное, да. Значит, те, которые приехали и поклялись, нарушились. Да, в какое время давать, когда я родился, мне зачем это мне? А тут неизвестно, кто как-то связать. Может, это и правильно. Правильно в пределах мирской власти. Но мы, христиане, клятва запрещена, и я не могу на это пойти. А как по-другому? Никак. Зачем тебе туда лезти, когда есть своя страна? Вот весь ответ мой. Да, благодарю. То есть, постоянно руководствоваться, сверять, то, что власть делает, насколько по слову Божию совпадает. Если не совпало, значит, ты не сделаешь, и все. Вы уж меня гнобить будете, это ваше дело, но я, для меня закон Божий выше закона человеческого. Ну, да, спаси Христос. Слава Христу! Отхожу. Да, ну, тут, если можно,